Посол доброй воли ЮНИСЕФ, отец четверых детей, Дэвид Бэкхэм, в ООН частый гость. В бликах десятков и то вспышек футболист в очередной раз призывает беречь детство, помогать неблагополучным подросткам. Вокруг из сотни динамиков звучат голоса реальных детей, рассказывающих о своих реальных проблемах. Бэкхэм призывает мировое сообщество следовать 17 целям, которые сегодня ООН определила как приоритетные. По сути, они станут дорожной картой организации на ближайшие 15 лет. Цели устойчивого развития – это уже вторая попытка ООН конкретизировать глобальные ориентиры. В этом году как раз истекает срок выполнения восьми целей развития тысячелетия. Их лидеры стран-членов ООН приняли в 2000 году. И тогда на повестке стояли бедность, детская и материнская смертность, доступность образования. Сегодня в ООН решили поставить перед мировым сообществом сразу 17 целей. Плюс к этим целям есть еще аж 169 задач. Они касаются ликвидации нищеты, охраны здоровья, стимулирования экономического роста и доступности источников энергии. Новые цели намного шире, чем цели тысячелетия. Те восемь были сфокусированы на социальных проблемах, которые, конечно же, очень важны и сейчас. И поэтому первые семь среди новых целей тоже общественно ориентированы. Но следующие пять говорят о процветании различных экономических аспектах. Еще три призывают обратить внимание на проблемы нашей планеты. Шестнадцатая цель призывает к миру и справедливости. А семнадцатый пункт – это пункт о партнерстве. Мы хотим привлечь больше людей и организаций и не переносить всю ответственность на правительство стран. Генеральная ассамблея, в рамках которой проходит саммит устойчивого развития, в этом году вместе с самой организацией отмечает 70-летие. Она знаменательна еще и рекордным количеством участников. 154 главы государств и правительств и 30 министров примут участие в саммите. А на общеполитические дебаты, которые начнутся в понедельник, в одном зале соберутся 144 руководителя стран и 46 министров. Владимир Путин взойдет на трибуну днем 28 сентября под шестым номером. Как вам удается построить расписание выступлений лидеров во время саммита и дебатов? Есть два пути. Во время саммита приоритет в выступлениях получают главы государств. Они указывают один из трех дней. Дальше, чтобы все было по-честному, мы проводим лотерею. Для проведения общеполитических дебатов система чуть-чуть другая. Опять-таки, приоритет у глав государств. Представители стран сообщают о своих предпочтениях, указывают день и время. А почему Бразилия всегда первая? О, это дань традиции. На заре образования ООН на Генассамблее 1947 года министр иностранных дел Бразилии был первым выступающим. Так и повелось. А поскольку Соединенные Штаты Америки – это принимающая страна, президент США выступает вторым. Генеральная Ассамблея – это главный совещательный орган ООН. Здесь подводят итоги и строят планы на будущее. Трибуны Генассамблеи – это возможность донести свою точку зрения сразу, до всего мира. Невозможно подобрать лучшего времени для такого момента, когда практически все мировые лидеры собрались бы в Нью-Йорке и обсудили действительно очень сложное положение в мире. Поскольку мы видим не только терроризм, но совершенно беспрецедентную дестабилизацию международных отношений, которая возникла в последние годы. У наших американских коллег у них бывает такое, что они какое-то решение принимают и исходят из того, что должны это решение уважать. Они создали так называемую коалицию против ИГИЛ в Сирии и Ираке и считают, что это та самая международная коалиция, которую должны все уважать, хотя она не имеет под собой основы никаких резолюций Совета безопасности. Во время юбилейной сессии лидеры стран-членов ООН обсудят проблемы глобальной безопасности, терроризма, конфликты в Африке и на Ближнем Востоке. Откроет саммит устойчивого развития Папа Римский Франциск. Следом лауреат Нобелевской премии, пакистанская школьница Малала Юсуфзай приведет в зал Генеральной Ассамблеи детей. И они вместе призовут мир к действию. Юлия Подмарева, Евгений Гусев, Вести из Нью-Йорка.